Маленький принц пересёк пустыню и никого не встретил. За всё время ему попался только один цветок. Крохотный, невзрачный цветок о трёх лепестках. — Здравствуй, — сказал Маленький принц. — Здравствуй, — отвечал цветок. — А где люди? — вежливо спросил Маленький принц. Цветок видел однажды, как мимо шёл караван. Люди? Ах да, их всего-то, кажется, шесть или семь. Я видел их много лет назад. Но где их искать, неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней, это очень неудобно. — Прощай, — сказал Маленький принц. — Прощай, — сказал цветок. Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видал гор, кроме своих трёх вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом. И теперь он подумал. С такой высокой горы я сразу увижу всю планету и всех людей. Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы. — Добрый день, — сказал он на всякий случай. — Добрый день, 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 — откликнулось эхо. — Кто вы? — спросил Маленький принц. — Кто вы, кто вы, кто вы? — откликнулось эхо. — Будем друзьями? Я совсем один, — сказал он. — Один, 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 — откликнулось эхо. — Какая странная планета, — подумал Маленький принц. — Совсем сухая, вся в иглах и солёная. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь. Дома у меня был цветок, моя краса и радость. И он всегда заговаривал первым. Долго шёл Маленький принц через пески, скалы и снега. И, наконец, набрёл на дорогу. А все дороги ведут к людям. — Добрый день, — сказал он. — Перед ним был сад, полный роз. — Добрый день, — отозвались розы. И Маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. — Кто вы, — спросил он, поражённый. — Мы розы, — отвечали розы. — Вот как, — промолвил Маленький принц. И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей Вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду. — Как бы она рассердилась, если бы увидела их, — подумал Маленький принц. — Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже. А потом он подумал. — Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет. А это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было, что простая роза до три вулкана просто мне по колено. И то один из них потух и, может быть, навсегда. Какой же я после этого принц? Он лег в траву и заплакал.